всем снова здрасте мне захотелось снять какой-нибудь видосик я как-то его снял вернее сейчас сниму вот в принципе у меня уже был большой обзор броники и c система вот но тут поскольку меня позбивали спонталыгу там что относительно экспозамеров там расспрашивать я тоже захотел бронику с экспоза мерам то есть кто не в курсе вот броника и c а есть еще модели цел это т.л. 2 и точнее броника и dc т.л. броника и dc т.л. 2 у них вот здесь вот на этом месте и вот здесь вот я не помню шильдик такой красивенький на них красными буквами написан т.л. т.л. 2 есть у артема кажется этот который у которого сайт броника за броника очень рекомендую потому что там собрано все по броникам вот значит у него есть видео где он показывает у этих броники я не смогу указать вот здесь к сожалению ссылку блин пальцы у меня грязные гнуты извините но в комментарии наверное в первом укажу ссылку можно будет посмотреть их живой но они визуально отличаются только вот этим шильдиком то есть тот же самый корпус то же самое все но вот здесь еще указание iso добавлено колесико вот но но так приклеить прошу прощения значит ножки не приклеил просто приложил плотнение и не отвалились еще это как бы не реликты от камеры отпадают это просто кожаные вот сюда вот накладочки приклеить а я забыл вот они просто держались придавлены да но обычную бронику и цешку которые дешевле ну сейчас вот например есть продается ты или два на авито и она стоит 130 тысяч она лежит в кутузов фото конечно московский такой магазин вот и типа на то в хорошем состоянии все такое на 130 тысяч я очень люблю бронику но нет за такие деньги вот да я почему на обычную и цешку тоже можно поставить экспозамер на камеру вот наверное даже может поставить на какие-нибудь камеры до нее но я не помню по моему там другой это разъем вот называется эта штука замер а и а и а я финдер английский то есть виды искатель все называется фингером вот либо там призм финдер либо там шахт финдер я уже не помню как вот представляет из себя вот такой вот дурындищу с таким вот наглазником плотным вот который ставится на место шахты камер приобретает вид несколько монструозный но по сути это тоже шахта то есть там нет призм это вы реализируете напрямую в этом немножечко проблемно то есть типа если уж экспозамер то чем тогда и не с призмой вот он мне достался с резиновым таким вот заглазником здесь в принципе весь смысл значит это чуть-чуть подновлял но здесь можно увидеть разметочку синенький красненький и значит точечку по центру вот его здесь красная зона весь смысл также как и в ранних моделях значит он видно четыре фото резистора на вот вы выставляете выдержку диафрагму нажимаете даже не нажимаете просто смотрите туда же без предварительно без нажима работает вот и типа подбираете выдержку диафрагму так чтобы стрелочка оказывалась в центре ровно вот это мы сейчас с этой стороны потенциометр соответственно внутри и кнопочка есть вот проверки то есть я зажимаю она должна вот туда вот лечь чтобы показать что до батарейки в норме на всей бронике есть такие кнопочки типа не забывайте здесь вот есть кнопочка проверки хотя сейчас не видно это глубокая на камере наверное не видно как она горит в глубине достаточно всматриваться солнечный день почти не видно вот значит что не собственно говоря есть еще кроме того что я показал вам снизу то есть вот у нее есть пара контактов подпружиненных пружины которые встают вот сюда вот и жесткий штыречек который давит такое взять вот на этот вот на эту вот кнопочку эта кнопочка выключатель ну ли включатель она разрывает идущий там напрямую проводок и подключает и вот так чтобы он работал через эти контакты в электронную часть в общем подходит и отходит вот для чего это делается для того чтобы не только мерить но и управлять то есть здесь вот как видно да с этой стороны сам измерительный блок с выключателем он of который нужно обязательно не забывать выключать и батарейным отсеком что самое приятное здесь никакие там не рцшки не нужны вот то есть уже такая более свежая электроника используется сюда подходит обычно 44 часовые две штуки сюда нужно вот никакие не рцшки ничего такого просто 2 нормальных батареечка ним по моему уже сдулись немножко вот собственно говоря сейчас их обратно кручу как все это дело работает кстати вот видно что то давать это закручивать эту кнопочку можно поджать даже как бы не снимая проверить глядя прямо видоискатель взял проверил до батарейки в порядке вот окуляр настраивается вот он достаточно сильным увеличением и по собственному опыту ну там целом нормально можно видеть не настолько темно как например в призме потому что это по сути просто линзочка как в шахте только шахты полностью закрыты и с плотным наглазником кстати поворачивать слева вправо смотря того какой у вас рабочий глаз вот просто такая же шахта только жесткая и полностью затемненная чтобы не мешало работе фоторезисторов которые есть и мерить в естественно только на смотрины пальцем после работы со всем мерить столько когда глазом приникли так сказать то что если вы глаза отодвинете то у вас замер будет не четкий неверный для этого например в профессиональных там nikon их canon их совсем профессиональных есть для видоискателя сзади специальная заглушечка либо на профессиональных она прям встроена то есть ты нажимаешь рычажок он закрывает значит видоискатель если ты снимаешь там не касаясь его там с экрана с тросика чтобы не засвечивала не давал лишний свет вот а у обычных там есть просто пластиковая заглушечка такая про это кстати надо помнить если вы снимаете там с тросика со штатива и глазом видоискатель не смотрите даже на обычных камерах даже на цифровых камерах вот нужно вот да о чем это я а вот здесь блок который по сути в момент когда мы ставим шахту вот этот вот вот эту штуку отключая то есть вот здесь значение не на что не влияют мы значениями выдержки изо управляем вот здесь вот вот этим рычажком на вот значит как мы этим управляем тут достаточно хитрая схема то есть сделано да ладно обычно умножить значит что здесь есть первое вот здесь сбоку штучка тут каждое колечко может отодвигаться и ставится обратно нужно для того чтобы можно было менять два параметра вот если мы его так отодвигаем то вот здесь я выставляю максимальную диафрагму на который рассчитан объектив рассчитан объектив то есть тут у меня 2 и 8 стоит 2 и 8 какие-нибудь телевики есть 4 очки и есть 5 и 6 вот нужно чтобы работать это именно максимально открытая диафрагма не выставленные здесь максимально открытая поэтому 2 и 8 вот этим колесиком вот 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 эта частью колесика мы выбираем диафрагму то есть на соответствии вот этой белой точки вот этой белой . мы выбираем диафрагму которую вот здесь уже мы выбираем диафрагму которую мы выставляем диафрагму здесь приходится вставлять вручную вот здесь то есть передачи отсюда сюда нет это надо помнить то есть если вы снимались на какой-то фрагмент например на восьмерочки да я вот здесь должен выставить 8 а вот здесь саму диафрагму объектива неправильно выставил 2 и 8 раньше ну вот это завело как бы параметр объектива сюда будет и вот здесь у нас колесико если мы его оттягиваем вот видите тут оранжевая . и мы его оттягиваем то мы выставляем iso пленки то есть то что у тателек реализовано вот здесь колесико девок и риса она сделана вот здесь да я понимаю что медленно душно ля 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 ставьте скорость 2 будет веселее мне в лом говорить быстрее и продумать а вот или например там тысячи там вот так вот подвинули сколько нам нужно отодвинули колесико подвинули еще раз тут по моему и не помню вот промежуточные и сушки то есть 120 125 160 200 вот то есть выставили то есть мы вот так вращаем весь барабан вот так вращаем внешний колесик вот я выставил 800 например промежуточных уже нет вот и дальше смотрим сюда и там стрелочка делает бень бень в зависимости от того как мы вот так вот в прямую вращаем барабан и вот здесь он уже показывает нам выдержку здесь он уже показывает и сам ее выставляет то есть я вот поставил 125 у нас 125 от работы поставлю я там 1 8 вот 1 4 1 4 представляю там на 500 выдержку отработал 500 до то есть мы по сути берем в основном управляя диафрагу в основном управляя выдержкой а тут он дальше нет уже а выдержки то есть все прошу прощения вот одну секунду например да вот он отработал одну секунду то есть тут блок выдержек находится сразу вот а . который я помечаю но она уехала вниз туда она как бы стояла на другой вот так вот перебором можно выбрать нужный но вы делаете один раз поэтому как бы все все что нужно просто не дернуть и не сбить его случайно вот и все он отрабатывает подобранную выдержку которую вы делаете так чтобы там это стрелочка работала в нужном на была ровно по центру а вот если у вас там выдержки которые вам не нравятся но как бы извините тогда уже что-то сделайте с диафрагмой то есть диафрагму например откройте до 4 да и будьте добры здесь и тоже до 4 открыть иначе как бы не получится чудо не случится если не вот сейчас я попробую и она наверное не будет потому что будет работа сейчас посмотрим я не помню просто работает ли она вот так да работает то есть вот вы туда смотрите и вот вы достаточно ярко сейчас а вот вот ну примерно типа того я нашел выдержку аж почти секунды с чем-то но тут ярко в общем достаточно лампа на нее прям светит пожалуйста и это при диафрагме 5 и 6 я могу вот так вот хочу это умение а я вывод в ответе я взял и выдвинул вместо вот этого направления пытаясь выставить вот я 2 и 8 выставлю сейчас посмотрим сколько мне на 2 и 8 покажет 2 1 2 на 2 8 вот этот цвет мне хватит 1 2 но понятно хочу сказать ярче тут чем но так-то для него вот ты все вот такая вот штукенция насколько удобно ей пользоваться чем другой ну как бы оперативность она добавляет вот все таки то есть можно просто покручивать выдержками то есть всегда проверить то есть вы чуть-чуть переместили камеру освещение сменилось чтобы каждый раз прям вот до точки не проверять но вы там решили что вы сейчас будете снимать там на четверке грубо говоря или на 5 и 6 5 6 такая нормальная среднеформатная диафрагма на 4 до 8 вообще такие более-менее все используются вот но не хотите прям вот совсем про функцию вы ставите тут у инду она прям турында видите как сразу камера монструозно выглядит вот выставлять свою диафрагму играете исключительно выдержками ну и сошку выставляете понятное дело вот и играете с выдержкой то есть 125 250 даже кстати промежуточное есть чего вот здесь нету видите тут есть еще вот а . она вот стоит оранжевая она туда уедет вниз это все не страшно и вам не нужно видеть чтобы один раз только выставить вот 800 выставили например да и пофиг и уже как бы работаете исключительно с выдержкой 120 вот у меня бывает часто такое что вот 60 125 250 вот эти вот три стопы вот и между ними бегаешь и каждый раз перемерять что-то вот с этой штуку удобно да это конечно не полная неполный приоритет диафрагмы но он тоже в общем-то в какой-то мере приоритет диафрагмы потому что вы его выставили просто его менять вот просто вам надо подобрать выдержку сами самим вот эту ручку крутить они он меряет и считает выдержку вот то есть тут до приоритета диафрагмы это убрать вот это колесо заменить его автоматикой чтобы он просто он показывал какая выдержка вот в ттл примерно так уже решено там насколько я помню вот здесь вот линейка выдержек и когда вы замеряете там полу нажатием или кнопочка я не помню как там уже сделано то он вот здесь вот вам высвечивает значит какую диафрагма какую выдержку он выбрал при вашей выборной диафрагме здесь вот то есть там просто он сам выбирает за вас выдержку и показывает вам что я выбрал такое здесь вам надо пощелкать колесикой поймать эти выдержку ну например это очень удобно при макрофотографии потому что вы ставите кольца кольца соответственно роняют вам свет есть табличка я ее размещал и в телеге и на сайте по моему она у меня есть пересчета на сколько стопов самое большое кольцо там со всеми прибамбахами дает 2,5 стопа по моему или 2,7 стопа вот она просто изначально табличка в кратах ее надо я ее пересчитывал именно в стопы чтобы можно было удобно пользоваться вот там средний кольцо 2 стопа дает маленькая 1 стоп дает ну вот там сколько-то в этом проставочка еще это вот и каждый раз типа брать выбрать замерить потом еще раз так я тут вот ты навел и подобрал какая тебе нужна выдержка там плюс-минус пара-тройка стопов ты их тут же подобрал по значит стрелочке не надо пересчитывать в голове то есть насколько надо приоткрыть диафрагму насколько предпод закрыть диафрагму периодически про это забываешь и так далее ну вот вот такая вот штуки и в принципе туда я могу даже не менять камеру такую на ттрель в чистом виде потому что ну вот пожалуйста вот она ттрель полуавтоматом все равно ттрель но это что-то такая громоздкая что я что-то так и в лом таскается она расскажу сейчас я весы притащу вообще тут появилась кнопка кнопочка паузы видео но я я еще не научился пользоваться я забываю каждый раз вот чтобы так не оставлять пустое пространство 580 грамм если с резиночкой 600 600 грамм то есть у меня множество фотоаппаратов легче было вот это и там в пустину про пятка прям субъективу а ну на килограмм ладно про пятка килограмм ну то есть две смены 1 1 призму как две смены на по не по 300 вот поэтому конечно как у них не хочется таскать отдельно вот еще столько-то хотя достаточно прикольная штука то есть какие какая-нибудь предметка какие-нибудь там значит еще вещи ей прям приятно снимать но вот как вот 600 грамм до или 100 грамм то есть полкило разницы в чистую он добавляет камере полкило а камера как вы знаете сама как бы не сильно легкая она почти два кило туда полкило она добавляет два кило не почти два кило на еще полкило а еще задники если вы взяли еще один вот я увлекся все взвешивать и задник еще 600 грамм вот если вы взяли с второй пленочкой там например как у меня с прови она лежит и ждет своего часа вот поэтому вещь есть купить ее явно дешевле чем тотельную версию вот но надо нам массивная она такая вот неудобно угловатая во все стороны то есть она не тут не там никуда не сложно куда-то запихивать суд видала да так она по ширине почти как камера но как бы все равно пошире то есть так не в один дополнительный кармашка на не лезет понятно ну опять же если у вас рюкзак как у меня то пофиг завернули в отдельную тряпочку кстати да надо будет заняться изготовлением показом таких платочков я как-то видел ткань надо купить прикольные платочки они просто квадратные вот которые в которой ты просто камера так в утеяльце укутываешь и платеж там в рюкзак например и отдельно соответственно для каждого аксессуара можно сделать вот рюкзак там по отделением не фото рюкзак специально как у меня обычный вот то можно в общем как-то вот так 20 минут я рассказывал вместо того чтобы сказать ребята есть вот такая штука вы можете поставить и вот здесь все отрегулировать и у вас будет более подробно да вот я все еще думаю что я хочу тотель но чет уже меньше уверен в этом но ходить вот с этой ну блин чуши ну как бы нет если вы приехали на фотосъемку или в студии хотя студии там пофиг как мы столько с постоянным светом вы приехали на природу встали в одном месте и как бы камеру вам поднесли на ручку кто-то лишь тогда пофиг вот а если бродить не то ну немножечко убьетесь если бродить то лучше все-таки как-нибудь 645 взять вот такие моменты